В последние дни отмечается снижение темпов заболевания коронавирусом в стране. Однако, напряжение не спадает, подчеркнул на брифинге заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурбулут Усенбаев. Пандемия развивается по своим канонам, напряжение еще не спадает, в то же время скорость распространения на несколько снизилась на сегодня. Это было отмечено последней информацией Всемирной организации здравоохранения. Есть некоторое снижение, хоть и такое неустойчивое, но оно наблюдается. О стабилизации эпидситуации говорит и тот факт, что число выздоровевших превышает число заболевших. Однако, вирус продолжает циркулировать среди населения. Ежедневно фиксируются новые случаи заражения COVID-19 и пневмонией. За сутки выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 85 человек. Всего за весь период 82 391. Между тем, за прошедшие сутки выявили 48 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. В Бишкеке – 17, в Чуйской области – 12, в Ожской – 2, Таласской – 3, Нарынской – 2, Иссыкульской области – 10 и Джалабадской – 2. Всего за весь период 85 564 случая. К сожалению, за сутки зарегистрировано два летальных исхода. Всего за весь период – 1444. В настоящее время на стационарном лечении – 420 пациентов, на амбулаторном – 372. Чтобы не допустить третьей волны COVID-19 под руководством Министерства здравоохранения и социального развития, проведение необходимого объема противоэпидемиологических мер продолжится, заверили специалисты. Циркуляция вируса среди населения происходит, и мы все равно объем противоэпидемических, профилактических мероприятий не должны снижать. Также мы должны сохранить и масочный режим дистанцирования, применение антисептиков, дезинфекционные мероприятия. Они остаются на первом плане. На случай ухудшения эпидситуации в стране стационары обеспечены лекарственными препаратами и койко-местами. Однако, чтобы достичь стойкого снижения заражаемости, необходимо продолжать носить маски, соблюдать дистанцию, использовать антисептик.